Пьер де Ронсар. Роза-роз. Французский шарм плюс пышность с невероятным кремовым вкусом. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Садурский сад. С вами Алена. Сегодня рассказ о плетистой крупноцветковой розе. Это первый сорт серии роз романтика, сочетающий густомахровые цветки старинной формы с силой и здоровьем современных сортов. Коротко о серии романтика. Это сорта Жан Моро, Микеланджело, Альфонс Даде, Анаре де Бальзак, Полка, Андре Ленотр, Леонардо да Винчи, Мона Лиза. В прародительницах сорта Пьер де Ронсар присутствует Глория Дэй, самая знаменитая роза в мире. Но сейчас героиня сюжета не она. Известная история. Роза названа в честь Пьера де Ронсара, французского поэта XVI века, 400-летие со дня смерти которого отмечали в Париже в 1985 году. Это как раз год представления розы широкой публики. Имя Пьер де Ронсар было широко известно во Франции, но меньше в остальном мире. Поэтому по предложению Клауса Штробеля, агента фирмы Мияну в Германии, в качестве второго названия было выбрано Эден Роуз. Для Штробеля красота этой розы казалась райской. Да так это и есть. Он не ошибся. Хотя первое название розы себя оправдало. Широкий мир узнал имя выдающегося французского поэта. У розы множество наград, в том числе в 2006 году введена в Зал Славы Мировой Федерации Обществ Розоводов с титулом «Самая любимая роза в мире». После своего триумфального выпуска в 1985 году Пьер де Ронсар быстро стал популярным и почти обязательным для всех любителей роз практически в каждой стране мира. Это несколько миллионов садоводов. Итак, Миян, Франция, клаймбер с толстыми побегами, малым количеством шипов, темно-зелеными листьями и легким ароматом. Заявленная высота розы 1,5-3 метра, ширина около 2 метров. Также заявлена слабая устойчивость к дождю. Рекомендуется к выращиванию в регионах с жарким и сухим климатом. Да, вероятно, в теплых краях, да и не только вероятно, это точно так, это точно так. В теплых областях роза шедеврально по полной программе. Но она прекрасно растет и в наших погодных условиях, в средней полосе России. Цветки могут не открываться очень широко, но красоты своей от этого роза не теряет. Нарастает медленно. Моему кусту два года, его высота на начало осени была около 140 сантиметров. Сорт достаточно устойчив к болезням, но профилактика необходима, особенно в большом розовом саду. Любит подкормки, своевременный полив. Первая волна – это праздник высокой эстетики, взрыв красоты. Цветы распускаются медленно из округлых бутонов, держатся долго. Притягательная картина сохраняется в течение двух-трех недель. Затем появляются одиночные цветки до конца сезона. Второй волны, как таковой, нет. Хотя где-то читала отзыв о розе, дающей и вторую волну цветения, отзыв из наших мест. Так что надежда есть. Цветы крупные, около 10 сантиметров. Первые так вообще до 15 могут достигать. Густонабитые, округлые. Зимуют под общим укрытием в два слоя спонбонда. Пригибание требует некоторых усилий. Никаких особых отдельных мероприятий не нужно. Уход одинаковый со всеми розами. Пьер де Рансар – роза несомненных достоинств. Когда она цветет, я около нее по несколько раз в день и присяду полюбуюсь. И чуть на расстоянии рассматриваю. У слада души одним словом. На этом свой восторженный рассказ о розе Пьер де Рансар, второе ее название «Эден Роуз» я заканчиваю. В сюжете использовались фото и видеоматериалы только из моего сада. Кто зашел ко мне на канал в первый раз, подписывайтесь. Всегда рада новым друзьям. Досматривайте, пожалуйста, до конца. Если понравится, поставьте лайк, пишите мнение. Общаться интересно. Добра и здоровья, дорогие друзья. Заглядывайте. Субтитры создавал DimaTorzok